Так, Людмила Ивановна, пожалуйста. Александра Степановна родилась 30 августа 1930 года в небольшой карельской деревушке Шомбазера, сейчас это Каливальский район Республики Карелия. Это был край искусственных рунопевцев, и она успела застать живое бытование традиционных фольклорных жанров. В 1938 году она пошла в школу в деревне Хайкале. Первые три года весь образовательный процесс шел на карельском языке. Затем началась война, и обучение уже в Ухтинской средней школе удалось продолжить только после возвращения из эвакуации, уже на финском языке. Когда Сандра, так нашего юбиляра звали в детстве, училась в 9 классе, преподавать литературу и русский язык начала он Элма Семеновна Конко, будущим известный фольклорист и человек, сыгравший большую роль в жизни Александры Степановны. Именно под ее влиянием Александра Степановна решила поступить на Финноугорское отделение историко-филологического факультета Петрозаводского государственного университета. После окончания вуза в 1957 году она в течение пяти лет проработала преподавателем русского языка и литературы. В 1962 году по приглашению у Элмы Семеновны Конко, которая в то время уже работала в Уэлли, Александра Степановна приступила к исследовательской работе. У Элмы Семеновна стала ее первым научным наставником, совместная работа над общей темой способствовала быстрому обучению тонкостям научного исследования. И уже в декабре этого же года Александра Степановна вместе с Дмитрием Балашовым, который позже станет известным писателем, совершила свою первую фольклорно-эднографическую экспедицию на Польский полуостров. Тем самым она открыла новую страницу в своей трудовой деятельности, в которой на протяжении многих десятилетий будет посвящен каждый летний сезон. Первая экспедиция, как и многие последующие в те годы, была долгосрочной и длилась 35 дней. Александра Степановна объездила с магнитофоном, а на первых порах это была многокилограммовая техника, всю Карелию. Побывала без малого в 100 населенных пунктах и успела зафиксировать еще достаточно активно бытовавшую народную традицию. Ей удалось посетить карелов, живших на самом севере, это Полвица, Княжая Губа, Умба, Зашейк, Совпарок. Это экспедиции 1963-1972 годов. Она подробно зафиксировала родную фольклорную традицию калевальских, а также беломорских, тунбутских, ребольских и ругозерских карелов. Только в Калевалу с 1963 по 2006 годы Александра Степановна выезжала 11 раз, а в Кепу 12. 70-е годы были посвящены уже фронтальному исследованию сегозерских карелов. Именно здесь она нашла свою главную причитальщицу Поросковью Савельеву, от которой и записала большое количество плачей в течение трех десятилетий, 70-го по 2001 годы. Подробно был записан фольклор южных карелов, левиков и людиков. Александра Степановна с 1962 по 2006 годы побывала более чем в 50 экспедициях и записала более 300 часов аудиозаписей самого разнообразного фольклорно-этнографического материала. При этом более чем половину выездов она совершила одна, лично записав 157 часов или 3670 единиц хранения, а всего это более 6000 единиц хранения. Фольклорные тексты практически всех жанров и постепенно уходящие из повседневного бытования обряды и ритуалы. Особо следует отметить, что в центре внимания собирательской деятельности Степановой были причитания, жанр очень сложный для записи, импровизационный, тесно связанный с ритуалом и в какой-то мере тайный для уха посторонних людей. Поэтому собирательу надо было обладать особым искусством и умением расположить человека, чтобы он мог довериться и открыть самое сокровенное в своей жизни и душе. Весь богатейший собранный материал обработан и сдан Александре Степановне фонограмм архива Елии. Ею составлены и в последние годы проверены подробные описи всех записанных ее аудиокассет. Многие собранные материалы она сама расшифровала и перевела на русский язык. Все расшифровки также систематизированы ею и хранятся в научном архиве Карельского научного центра. Научная деятельность Александры Степановны в Елии началась с составления сборника «Карельская народная сказка. Южная Карелия». Вместе со своим наставником Унелмы Семеновны Конко она не только систематизировала отобранные для издания сказки, но и занималась подготовкой комментариев к ним. Подобная работа давала возможность погрузиться в фольклорный текст, вычленяя отдельные сюжеты, мотивы и их контоминации. Последующий сборник также был посвящен сказочной традиции. Он был рассчитан на широкую публику уже и знакомил читателей с сатирическими сказками, повествующими о приключениях глупцов из небольшой карельской деревни Киндесова. Эта книга «Были и не были лица. Анекдоты о глупцах» оказалась достаточно популярной и в настоящее время выдержала уже три переиздания. Сборники «Карельские сказки» с переводами на русский язык, которые сделаны Александрой Степановной, выходили в 1971, 1976, 1977 и 1983 годах. А в 1969 году совместно с Уновой Семеновной опубликован сборник карельских сказок на финском языке «Синепетра», «Голубая Важенка». В 1994 году в соавторстве с Пекой Зайковым подготовлен сборник на севернокарельском наречии «Колтопиолинту» «Златоглавая птица». Позднее центр научных интересов Александра Степановна переместился к довольно распространенному, но практически в то время не изученному жанру карельской культуры причитаниям. Внимание к нему возникло не случайно, практически одновременно с карельскими учеными над сбором материала и составлением сборников «Плачить» занимались исследователи других финно-угорских традиций. К примеру, мордовские ученые подготовили целый ряд сборников причитаний. Образцы плачевых текстов были опубликованы в сборниках, отражающих эстонскую и грамаланскую культуры. Помимо публикации текстов в российской финно-угорской фольклористике стали появляться и научные статьи на данную тематику, это чистофы иконка. Аналогичная работа проводилась и за рубежом с силами финляндских ученых. Это статьи Лаури Хонг и диссертации Неннелла по ингермаладским плачам, статьи Пенти Лейна о причинной аллитерации и работы Перси Вирторанта. В 1079 году состоялся советско-финляндский симпозиум, посвященный традиции причитывания. Все это, несомненно, способствовало выбору темы для дальнейшей научно-исследовательской работы. Совокупность полученного эмпирического материала стала импульсом к подготовке научного сборника «Корельские причитания». Он вышел в 1976 году. В издание вошло 233 текста свадебных, похоронных, бытовых причитаний, систематизированных по географическому признаку, и 44 напева. Исследователям в ходе подготовки сборника была проведена огромная работа по расшифровке текста и впервые был введен в научный оборот широкий пласт коррелоязычных причитаний с их переводом на русский язык. Высоко была оценена книга такими исследователями, как Рюйцов, Чистов и другими. После составления сборника работа над изучением причитаний продолжилась в рамках диссертационного исследования, в котором особое внимание было уделено языку этого жанра. Эта работа проводилась под пристальным вниманием ведущих отечественных фольклористов, консультировал Степанова-Путилов, а в качестве оппонента выступил Чистов Кирилл Васильевич. В 1980 году в Эмли в Москве была успешно защищена диссертация о функционировании системы метафорических замен в карельских причитаниях. Чуть позже, в 1985 году, была издана монография «Метафорический мир карельских причитаний». В ней предметом скурпулезного исследования становятся термины «Ратства». Степанова классифицировала и подробно рассмотрела способы обозначения свадебных персонажей. Названная работа стала первой монографией, в которой подробно проанализирован иносказательный язык карельских причитаний. В дальнейшем диапазон научных интересов Александры Степановны значительно расширился, и ее были написаны более 50 научных статей на русском и финском языках. В них она, наряду с анализом языка карельской плачевой традиции и поиском параллелей с северно-русскими читаниями, обращалась к изучению южно-карельской эпической песни, описанию специфики карельской йоги и локальной традиции тунгутских карелок. Особое внимание исследователя привлекали носители фольклорных традиций, с некоторыми из них у нее сложились долгие доверительные отношения. Следует попутно отметить, что Александра Степановна всегда обращалась к малоизученным и малоизвестным темам. Интерес к новому сопутствовал ей на протяжении всей научной деятельности. Результатом этих поисков становились новые книги. К их числу относят карельские йоги, 1993 год и устная поэзия тунгутских карелок, 2000 год. Наиболее значимые научные статьи позднее были отобраны самим исследователем для самостоятельного сборника «Карельские плачи. Специфика жанра», который вышел в 2003 году. Будучи истинной карелкой по национальности, Степанова не могла остаться в стороне от процессов, происходивших в республике. Это был период в 90-х годах. Это был период роста интереса к карельскому языку и культуре, создания карельской письменности. Вузы и школы, приступившие к обучению карельскому языку, нуждались в специальной литературе. Именно в эти годы увидели свет кистоматии по карельскому, фольклору на карельском и русском языках. Кроме того, Степанова, как и другие ее коллеги, включилась в образовательный процесс студентов. Она читала лекции по устному народному творчеству карелов, руководила курсовыми и дипломными работами, где написано более 30 научно-популярных статей. Александра Степанова и сегодня консультирует младших коллег. К тому же она стала зачинателем династии исследователей почитаний и сумела передать искренний интерес и любовь к своему делу своей дочери Эйли Степановой, защитившей диссертацию в Финляндии. Она научила ее работе с информантами, ответственному отношению к аналитической работе, многим профессиональным умениям и навыкам. Самым значимым научным исследованием Степановой по праву можно назвать «Толковый словарь языка карельских почитаний», но о нем подробно будет рассказано в следующем докладе. Он дал начало развитию нового направления филологической науки в Эйли. Александра Степановна всегда поддерживала тесные связи с финскими коллегами, лично знакома практически со всеми известными фольклористами второй половины 20 века. Она иностранный член-корреспондент Общества финской литературы Хельсинки, член Общества Калевалы, Общества финноугроведения и Международного общества фольклористов. Александра Степановна заслуженная деятель науки Республики Карелия, она награждена медалями и почетными грамотами разного уровня. В 2007 году Александра Степановна вышла на заслуженный отдых, но при этом не прекратила заниматься научной деятельностью. В 2017 году она на собственные средства издала книгу «Помни корни свои. Воспоминания о Шумбазере. История моего рода». В ней собраны уникальные архивные материалы и личные воспоминания Александры Степановны. Этим она отдала дань памяти родным местам и всем, кто вырастил ее, привел в любовь и вдумчивое отношение к народной культуре и звучащему слову и помог выбрать путь ученого-фольклориста. К 2020 году книга была дополнена фольклорно-этнографическими материалами, записанными от жителей Шумбазера, и переведена на севернокарельское наречие. Буквально недавно она была издана в Финляндии. Именно в этой книге проявились лучшие качества и самой Александры Степановны. Любовь к родным и уважение к окружающим людям. Чувство благодарности малой родине и тонкое чувство юмора. Доброта и искренность, честность и открытость, энергичность и позитивизм. Чувство ответственности и желание рассказать о пережитом своим детям и внукам. В 2019 году был переиздан сборник сатирических сказок «Были и небылицы». В него у Александры Степановны включены четыре дополнительных сюжета, которые она нашла в архиве, уже выйдя на заслуженный отдых. Накануне своего девяностолетия Александра Степановна продолжает заниматься наукой, консультирует младших коллег и готовит к изданию сборник карельских причитаний, записанных от Савельевой. Я еще раз хочу поздравить Александру Степановну с прошедшим юбилеем и пожелать ей оставаться таким же оптимистичным, позитивно настроенным человеком. Здоровья и творческого долголетия Александра Степановна!